Исторический музей в Днепре был основан еще в 1849 году. Огромный вклад в его развитие внесли Александр Поль и Дмитрий Яворницкий. В 1905 году музей был реконструирован, переехал в это красивое здание. Его возглавил Дмитрий Яворницкий, который руководил музеем 30 лет. Возле музея собрана коллекция каменных половецких баб, около 100 штук. Субтитры создавал DimaTorzok Еворницкий умер в 1940 году. Его могила и памятник у стен музея. Здесь Яворницкий изображен в простой казацкой одежде, несущем тяжелый казацкий крест. В своей знаменитой картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» Илья Репин изобразил Яворницкого в роли писаря. В здании музея хранятся повозки времен Екатерины II, оружие, посуда, картины и другие произведения искусства. Несмотря на свой бедный внешний вид, карета уникальна. Во-первых, это своеобразный внедорожник 18 века. Почему? Потому что дорог между городами не было. И было необходимо, чтобы карета была крепкая и не развалилась во время езды. Для этого специально делали большие колеса, обкованные дополнительно железом. Делались рессоры из дерева, чтобы она пружинила во время поездки. Ну и своеобразная подвеска на кожаных ремнях, чтобы пассажира не укачала во время езды. Но насколько она поломата, наверное, говорит тот факт, что во время период Великой Отечественной войны на ней из музея вывозили... Это старинный ткацкий станок. Здесь приведена коллекция древних украинских монет. Это казацкое оружие. Золотые изделия из местных скифских курганов. Это находки с острова Кадачок разных эпох, которые хранятся в Днепровском историческом музее. Субтитры создавал DimaTorzok В 1975 году при музее была открыта огромная, вторая по площади в Европе, георама, битва за Днепр о форсировании реки в районе войсковое в Увниге. На площадках возле музея демонстрируется военная техника. Здесь же находится первый музей АТО с военной трофейной российской техникой, применяемой в Донбассе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok